рыбак я не то чтобы вот прям такой профи но у меня есть друзья как как которыми сразу как их не насаживая сам которым не с которой знают как и чего и где и я сажусь им на хвост и и поэтому потому что вот это вот но беспонтованы пустую выдергивать плесну там и я честно говоря достала я до решилась есть кому-то на хвост то действительно может что-то поймать вот и благодаря этому у меня тоже стала клевать на вот и поэтому у меня друзья прекрасные профессионалы есть которыми я езжу на рыбаре да вот судаки и щуки окуни крупные вот единственное что мне очень нравится но пока еще не получилось но это потому что они поехал с ним последний раз вот они вытащили там где-то 25 килограмм сон такую но это уже вот срос человеческий меня не было очень палочки на клуб вот это очень интересно ну и так вот мы ездим по места то есть слава богу где еще рыба не голом машине мне очень хотелось я в свое время купил себе победу ставим и установил ну так она она полностью я и сейчас то есть она я не старе и вещи они молодеют потому что и в цене растут да и вот на ней там рассекают у меня несколько машин таких стареньких 67 газон военный мотоцикл парочкой и я так вот для души езжу а а мне хотелось сделать себе машину чтобы уже забыть о том что надо там каждые два года менять и что-то там думать деньги как и сейчас у меня уже вот готова победа там семерка бмв внутри стоит то есть это такой как репликар то есть она купе там все на кнопочках на электронике вообще это очень до дорогой получается экземпляр который тоже только это цене будет расти причем что касается моторы и трансмиссии не вопрос можно выйти поставить новый двигатель но это то есть дорогие товарищи когда захотите записаться в очередь на машину пожалуйста через меня я не прошу процентов не почему это абсолютно нормально сейчас вот сейчас сейчас делается газ 69 на базе там тойоте не там все и трансмиссии только будет внешность да внешность 69 вот это останется кстати вот каникдоту подвел к если я могу одно сказать что вот и на анекдоту меня тоже плохая это раз а потом я точно могу сказать что если ты не умеешь лучше не рассказывать как только человек который начинает паливать эти анекдоты я всегда завидел завидовал артистам разговорного жена честно говоря потому что понял что я не тем занимаюсь это гораздо как бы быть с доболом этим гораздо в общем то но надо конечно к этому тоже надо к этому тоже естественно иметь талант вот да и раньше я только пел а теперь мне приходится разговаривать я понял что я мог бы быть неплохим этим кстати очень благодарен за то что сегодня это сделал потому что общение с публикой и наладить мозг да я очень не люблю честно говоря повторяться мне очень нравится что такое по ходу и что-то такое придумывать какие-то фишки да и более процентов ты не просишь господа если кому-то надо что-то давать уважаемые доны мы всегда готова это не дорого совсем а я зато на всю жизнь будете ехать идет и все же будут на вас смотрится и потом от кого там впаривал маршал то есть уже будут точно не отличить так скажем а я хотел я там так скажем кинул реплику про дагестан я просто вспомнил когда в советское время я проезжал на сборные концерты значит и там обязательно был конференция который умел есть и он и анекдотчик и публикисты степ мочил ну короче говоря вот все было в одном это было яркая такая которая держала всю публику пока другие 80-е годы с нами работали наверно самые лучшие конференции вот один из них сашу руках ушел с вами располагает очень-очень таким юмором что он рассказывал про нашу советскую страну мы ты были как сосунки так хотя всего там разница такая большая но а мол это разница потом она с возрастом стирать 55-60 а тогда ты туда 20-25 вот и там как раз такое вот и был мы нам там 21-22 года двадцать три там а ему 27 ну в общем вот и он рассказывал такое что к сожалению нельзя рассказывать я думаю что за кулисами фрагматика скажут персональные встречи я поделюсь это бур ну поймы от анекдота ушли в сторону тогда если какое-то пожелание отелю камера палац и отдыхающим гостями и смотрят сергей скачкова желание у меня наверное одно для всех отдыхающих как можно лучше провести свой отпуск и я уверен на сто процентов что в этом прекрасном отеле у вас все получится пятую звезду отеля пишите письма на этой звездной волне я так вот подхвачу прямо с извлечения я хочу поблагодарить сергей скачкова том что он сегодня с удовольствием нам уделил время и внимания спасибо за концепцию и получил нас удовольствие реально слышать это на диске и видеть это за километр на экране как он было на бейк-шоу до которого нельзя было добраться ты миллион людей и сегодня получите статистику только рядом большое спасибо вам